Тело птицы состоит из небольшой головы, обычно длинной шеи, туловища и конечностей. Тело птиц покрыто перьями, на концах пальцев нижних конечностей имеются когти, а нижняя часть ног, цевка, покрыта роговыми щитками и лишена оперения. Позвоночник состоит из шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового отделов. Шейный отдел включает от 9 до 25 позвонков. Обладает значительной длиной и большой подвижностью. Как правило, птицы могут поворачивать голову на 180 градусов, а совы даже на 270 градусов. Грудные позвонки несут ребра, подвижно сочлененные с грудиной. Поясничные позвонки полностью срастаются между собой с подвздошными костями, а также с крестцовыми и с частью хвостовых позвонков. Крестцовых позвонков у птиц, как и у рептили, только два. Хвостовой отдел состоит из 6-9 позвонков и заканчивается вертикальной костной пластинкой, копчиковой костью. Копчик у птиц – это место прикрепления хвостовых перьев. У большинства современных птиц грудина имеет костный киль. Это вырост грудины, к которому слева и справа прикреплены летательные мышцы. Пояс передних конечностей образован тремя парными костями – вороньями, лопатками и ключицами. Скелет передней конечности, преобразовавшийся в крыло, значительно видоизменен и состоит из одной плечевой кости, двух костей – предплечье, локтевой и лучевой, нескольких костей кисти, большая часть их слилась и трех недоразвитых пальцев. При передвижении по суше вся тяжесть тела переносится на тазовый пояс и задние конечности. Пояс задних конечностей – таз – сформирован из трех пар сросшихся костей. По средней линии тела на брюшной стороне тазовые кости не связаны, а открытый таз, что дает птицам возможность откладывать крупные яйца. Скелет задней конечности образован длинными и крепкими трубчатыми костями. Он состоит из одной бедренной кости, сросшихся костей голени, костей стопы, образующих цевку и четыре пальца.